Более подробно о ситуации на фронте в целом поговорим с Сергеем Грабским, военным экспертом. Сергей, здравствуйте, рад вас приветствовать. Доброе утро, студия. Позвольте, я начну больше с такого не военного вопроса, но он косвенно касается этого. И в свою очередь, Американский институт изучения войны об этом пишет, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила выборы в Российской Федерации на середину марта следующего года. Но, почему именно о выборах идет речь? Потому что Американский институт изучения войны говорит о том, что целью перед, до этих выборов Путину, как минимум, но взять под контроль некоторые города Донецкой области в Украине, оккупировать их. Речь идет об Авдеевке, речь идет о Купенске и речь идет, понятное дело, о юге Украины. Скажите, пожалуйста, вы лично видите ли какую-то стратегическую цель в этих городах и на направлениях, где сейчас идут ожесточенные бои? Либо же это чисто политическое заявление для внутренней аудитории? Нет, но во всяком случае нужно говорить, что военная и военная стратегическая цель есть объективная и она очевидна. Если мы говорим, в частности, о Купенском направлении, то нужно понимать, что выход на уровень реки Осколы, почему, собственно, Закупенск, как ключевой пункт этой обороны и этого участка фронта, ведутся такие отчаянные бои, позволит России под прикрытием этой реки, достаточно широкой, подготовиться к другим наступательным операциям. Взятие Авдеевки позволяет рассматривать уже перспективы проведения наступательных операций по направлению на Покровска, именно уже на границу с Непропетровской областью, или продвижение на север в сторону Константиновки с дальнейшей блокадой и продвижением в район славянско-краматорской агломерации. То есть военная задача абсолютно объективна и она очевидна, и мы видим даже, что противник делает определенные шаги на этом направлении. Поэтому все эти кажущиеся хаотическими и одиночными движения в общем-то здесь являются следствием единого замысла, который противник осуществляет, и в общем-то они понимают, что они не могут достичь быстро таких результатов, но та стратегия, которую они используют, то есть стратегия использования пехотных подразделений под прикрытием артиллерии с минимальным использованием техники, по их мнению, дает результат. Да, этот результат стоит им колоссальных потерь, но результат очевиден, и они могут браво докладывать наверх о выполнении определенных задач. Да, ну задачи действительно... Давайте коротко, потому что, Сергей Маратович, каковы сейчас... Вот у Украины понятны задачи, да? Это вернуть временно оккупированную территорию. Какова задача у армии противника, у армии Российской Федерации? Это захватить все больше территорий, либо же все-таки есть еще ряд аспектов, о которых стоит говорить и не забывать? Ну давайте помнить, что армия агрессора, как инструмент державы агрессора, она служит единственной целью – уничтожить такое понятие, как независимая Украина вообще. И тут речь не идет о каких-то определенных территориях, после которых противник, безусловно, остановится. Речь идет об уничтожении самого государства, само понятие Украины. В общем-то, на этом нацелены все его действия, и поэтому мы видим такую методичную, последовательную работу противника по различным объектам по территории Украины. Поэтому других целей здесь нет и быть не может. И противник до тех пор, пока его возможности будут ему позволять делать, пока внутриполитическая ситуация не обострится настолько, что они вынуждены будут отказаться от этих агрессивных действий и будут действовать так, как они действуют сейчас. То есть ни о каких других целях здесь речи быть не может. Уничтожение государства, уничтожение украинской идентичности – это объективные и стратегические цели России в этой войне. Субтитры создавал DimaTorzok